На юго-западе Екатеринбурга, в окрестностях Ивановского кладбища, во дворе девятиэтажки на Гурзовской 26, на днях произошла кража века. Не то чтобы запредельная по деньгам, скорее ошеломляющая в смысле безбашенной дерзости. В вечерних сумерках трое пацанов прошмонали окрестные дворы, вскрыли пять легковушек и стырили аналогичное количество аккумуляторов. Один из них был похищен из-под капоти Абазовской девятки, хозяйка которой соседка Сергея, а он прислал в редакцию ТАУ видео. Небывалой кражи. Небывалой в том смысле, что нечасто воры засвечиваются во всех ракурсах и ведут себя столь беспардонно. Трое юнцов под присмотром двух девиц, вероятно того же возраста, около восьми вечера притащили к шлагбауму на ворованную добычу, после чего минут десять в ожидании такси беспечно дурачились. Качались на шлагбауме, курили, роняли друг друга в снег. Девчонки белые ручки аккумуляторной тяжестью не утруждали, держались особняком и пытались разглядеть в застеколье одной из легковушек, что у той внутри. В девятом часу вечера на Гурзовскую подъехало такси. Белая иномарка, водителя которой похожи, ничуть не смутил тот факт, что пацаны грузят в багажник пять аккумуляторов. Впрочем, не любопытствовал в тот вечер не только таксист. На кадрах с камеры наблюдения, а их, к слову, во дворе три штуки, можно было заметить мужчину, который подходил к юнцам. Кивал головой в сторону аккумулятора, валявшихся в снегу и о чем-то расспрашивал пацанов. Сергей в комментариях уточнил, что это его сосед и его автомобиль был припаркован недалеко от той самой девятки, лишившейся аккумулятора. После того, как такси отчалил, а мужчина взялся за мобилу. Но кому он звонил, неизвестно. А хозяйка обворованной девятки, судя по сообщениям, в домовом чате написала заявление в полицию. И участковый уже наведывался во двор на Гурзовской. По словам Сергея, аккумуляторные воры пришли, лично он их в своем доме никогда не видел. Но есть надежда, что сыщики, имея убедительный видеовещдок, выйдут на след похитителей.